Снаряжаем магазин. Капитан внутренней службы Анна Матвеева сегодня на учебно-тренировочных стрельбах. Служба в органах обязывает быть в отличной физической форме. У Матвеевой один из лучших результатов по стрельбе из пистолета Макарова. Среди женщин сотрудниц городского отдела полиции. Капитан внутренней службы Матвеева поразила мишень пятью пулями. Оценка удовлетворительна. Пять выстрелов. Все в районе десяточки. И это несмотря на то, что 11 лет из 17 Анна Матвеева чаще в руках держит ручку, чем пистолет. Она специалист пресс-службы полиции Коголыма. Именно от нее граждане узнают о работе сотрудников МВД, об уровне преступности в городе и о том, как защитить себя от мошенников и воров. С последней категории ведется отдельная работа. Случаются и курьезные случаи, как вот с этим самокатом. Мальчика, который похитил данный самокат, мы нашли. А владельца данного самоката, к сожалению, установить мы не можем. По квартир на обход ничего не дал, признается инспектор. Одна надежда на телевидение. Так что, если узнали потеряшку, смело обращайтесь в полицию. Самокат с мая ждет своего владельца. О стиле средств массовой информации капитан Матвеева знает не понаслышке. Несколько лет работала корреспондентом на ТВ. И именно это теперь помогает в работе. То есть я знала уже, как можно выставить кадр, как можно смонтировать сюжет небольшой. Потому что специалисты направления по связям со средствами массовой информации, они такие, как высказалась одна наша коллега, пуговки, на которых все держится. То есть специалист направления по связям со СМИ должен уметь общаться с людьми, найти контакт с потерпевшими, например, или с теми же подозреваемыми в совершении преступлений, отснять это все. Потом прийти и смонтировать маленький сюжетик уже для направления и для трансляции в дальнейшем телевидении. Благодаря журналистам в погонах граждане ежедневно узнают о работе защитников правопорядка, об их подвигах и повседневной службе, об успехах и проблемах. Именно поэтому в пресс-службе полиции служат люди с особенным складом характера. Сотрудники пресс-службы должны быть честными прежде всего, мужественными и красивыми. Красота – дело такое субъективное, поэтому красоту в сторонку отставим. А вот да, уметь грамотно отвечать на вопросы, разбираться во всех таких интересных делах. Ну да. Наверное, чтобы до жителей доносили объективную, достоверную информацию, чтобы мы могли оценить ситуацию в городе в том числе. Честными, добрыми. Ну все, чтобы такие качества были хорошие. Но они должны быть, ну как сказать, мы всегда должны честно работать. Они должны быть красивыми, так как они выступают перед публикой, перед всеми камерами. Ну и честными, достойными, чтобы понимали, чтобы были лицом всех действий, которые они не озвучивали. Это должен быть достаточно серьезный человек, который совмещает в себе и такие качества, как умение работать с бумагами и при этом умение работать с людьми. Пресс-служба – это такая достаточно ответственная работа, по работе которой, по результатам работы которой судят об учреждении в целом. По ней судят о работе всей полиции Урая. Она красива и умна. Анастасия Мельникова – старший специалист по взаимодействию со СМИ. Между прочим, полная тезка своей коллеги из Питера. Точнее, о киногероине известного сериала. Что именно, Надя? Надюшенька, мы не сможем найти убийцу, если вы нам не поможете. Обе Анастасии и в жизни, и в кино выбрали себе работу в полиции. И обе, кстати, не пожалели об этом. Старший специалист направления по связям со СМИ, Мельникова Анастасия Сергеевна. Принял. Уральская Мельникова всегда в гуще событий. Взаимодействует с коллегами разными службами отдела Министерства внутренних дел и специалистами из газет, радио и телевидения. Всю эту суету в полиции, признается, очень любит. Я должна постоянно быть на связи, 24 на 7. Оперативно реагировать на все вызовы и выезжать туда, чтобы собрать всю информацию и уже предоставить ее в СМИ. Эта информация должна быть достоверной, объективной, чтобы все моменты были отражены. Покачи – спокойный город. Уровень преступности практически на нуле. Осторожно, чтобы не сглазить, рассказывают в отделе полиции. Поэтому и сотрудника, отвечающего за информационное сопровождение работы Покачевских стражей порядка в штате нет. Но в том, что они нужны в системе МВД, не сомневаются. Я вам так скажу, пресс-служба – это официальный источник МВД, который дает официальную информацию в средствах массовой информации. Конечно, важна эта служба, но не зря 40 лет назад еще при Советском Союзе была организована данная служба. Я уверен и знаю, что не ряд, много-много преступлений раскрыто с помощью данной службы. Пресс-службе МВД России в июне исполнилось 40 лет. В Югре отдел информации был создан немного позже, в 1995 году. За эти годы милиция стала полицией, информация и скорость реагирования стали быстрее. Но все эти годы остаются неизменными профессионализм, преданность любимому делу и готовность к выполнению самых сложных задач. Журналисты в погонах поддерживают информационное партнерство с региональными редакциями СМИ, коллегами из правоохранительных органов. Все это делается для того, чтобы жители Югры оперативно получали максимально полную и достоверную информацию о происходящих событиях. Елена Дорофеева, Евгений Скляров. При поддержке коллег. Наши города. Продолжение следует...